Мы едем под проезд запрещен, знак. Под знак Степан едет сознательно. Говорит, лучше нарушить правила дорожного движения, чем ехать в объезд. Объясняет, чтобы, например, попасть в студгородок, нужно потратить не меньше часа, если ехать по Копылово. По этой дороге путь займет 25 минут. Тем более, 4-й мост открыли для того, чтобы объезжать пробки, а съезды должны были строить сразу же, считает водитель. Народ начал ездить, вроде укатали, красиво, ну почти прям красиво стало. Что узковата она была, ну да бог с ним. Ну и вроде ездил, ездил, а тут бац, снова закрыли. Опять же, сколько денег на этот мост отдали, ждать универсиады, пока сделают нормальную развязку, это тоже обидно. То есть мост сдавали, по документам нужно было быстро его сдать, и все. Путь от 4-го моста в сторону Николаевки перекрыли в пятницу вечером. Такое решение приняли городские власти. Движение ограничить было принято на комиссии, проведенной в декабре, которая была инициирована жалобами жителей по инициативе администрации Октябрьского района. В итоге теперь знак «Сквозной проезд запрещен» стоит на съезде с 4-го моста на улице Мелькомбинатской в районе дома номер 2, на улице Первой Огородной около дома номер 6 и дома номер 8 нельзя ездить и по улице Брестской в районе домов номер 7 и 9. Но ни знаки, ни запреты, водителям не помеха. Вереницы машин взбираются в гору. Люди не раз просили поставить на этой дороге светофор, чтобы аварий было меньше, но не дождались. Недавно здесь появились добровольные регулировщики, разруливали потоки машин. Надеялись, что после их инициативы власти примут меры и обратят внимание на этот участок. В итоге без внимания он действительно не остался. Видать, кто-то задумался и принял меры ограничить. Самым элементарным, видать, элементарный способ просто воткнуть знаки. Сделали дорогу хуже. Они засыпали ее, получились валуны и машины очень трудно им проехать. В пятницу днем на эту дорогу привезли несколько грузовиков песка и камней. Люди предполагают, что это сделали специально, чтобы еще больше затруднить здесь проезд. В итоге песчаную кашу раскидали лопатами и укатали автомобилями. Правда, не везде. Теперь эта дорога стала еще опаснее. Водители буксуют здесь каждый вечер. Кто высыпал на дорогу песок в департаменте дорожного хозяйства, не знают. Но уверяют, что это не коммунальщики. Сегодня дорожные службы разровняют песчаногравийные вулны. Но проезд не откроют. Движение будет запрещено до 1 мая. Юлия Бычкова, Дмитрий Кутько, Афонтова. Новости. Это udah�е. Перекреляю и Turnipко ...